Юбилейные часы Слава Телевизор. 100 лет со дня основания второго московского часового завода. В этом году компания Слава празднует 100-летний юбилей. По этому поводу была выпущена имитированная коллекция моделей. Мир, эра, телевизор. Сегодня подробнее рассмотрим модель Слава Телевизор 904-75-66-100-24-27 С узнаваемыми формами полюбившейся советской модели, потрясающим глубоко синим циферблатом и историческим механизмом 24-27 Часы получили настолько самобытный вид, что стали объектом копирования со стороны швейцарской компании Жалрикар. А назвали они свою модель ТВ-скрин. Совпадение? Возможно. А возможно тенденция создавать подобные модели в винтажном стиле, навеянном 70-ми годами. Модель для обзора предоставлена часовой компанией Слава. Ставьте лайк и подпишитесь, а то забудете. Погнали! Характеристики. Корпус нержавеющая сталь 904-L. Рефернс 904-75-66-100-24-27. Диаметр 42 мм. Толщина 13 мм. Вес 175 грамм. Подсветка. Люминофор. Стекло. Сапфировая. Водозащита. 10 атмосфер. Функции. Время. Дата. День недели. Упаковка. Часы поставляются в белой транспортировочной коробке, внутри которой находится потрясающий красотый футляр, стилизованный внешне под ретро-телевизор и отсылочность к названию модели. Очень нравится тематический подход к футлярам. Так, например, футляр часов Славы Доктор стилизован под аптечку. Внутри на кожаной подушечке белого цвета расположились сами часы, а справа от них инструкция в переплете коричневого цвета. Очень нравится, что инструкция выполнена в формате удостоверения. Корпус. Корпус часов выполнен из стали 904L, который отличается немного другим оттенком и составом сплавов. Традиционно стали этой марки используют Rolex. С первого взгляда мы с вами понимаем, что корпус полностью повторяет концепцию советского телевизора. Переосмыслением, продолжением которого является наша явлейная модель. Сверху и на слегка скошенных гранях корпус часов имеет зеркальную полировку. Рант вокруг сапфировал стекло черный, но к нему вернемся чуть позже. Справа мы имеем заводную головку с буквы S на светло-зеленом фоне и кнопку пушера, отвечающую за быстрое переключение числа. Слева же есть гравировка с номером модели и двумя декоративными винтами. Обратите внимание на приятное сатинирование по боковым граням. Нечто подобное наблюдаю на часах Слава Глория и про часы. Прозрачная задняя крышка с чуть тонированным стеклом открывает нашим взглядом механизм и ротор автоподзавода. Обратите внимание, крышка привынчивается отдельным кольцом. Так было на советской модели, так и на современной. Очень приятно, что инженеры не забывают про такие, казалось бы, мелочи. Но эти мелочи очень важны в историческом контексте. Браслет. Чишка часов. Слава телевизор, что в советское время, что и сейчас. Это было крепление браслета к корпусу, а именно интегрированное. Интегрированные браслеты создают картину целостности, когда и корпус, и браслет поставляют единое целое. Это всегда смотрится потрясающе, а вкупе с корпусом особой формы создает поистине уникальный эффект. Литой браслет сужается от корпуса к застежке и напоминает мощные танковые траки. Кстати, отсюда и второе название, ходившее в народе. Слава танк. Браслет состоит из трех звеньев, где центральная полированная, а боковые сатинирован. Застежка бабочка завершает картину целостности. И как вишенка на торте, плашка с логотипом компании Слава. Циферблат. Под сапфировым стеклом нас встречает овальный циферблат, очень похожий на телеэкран. Циферблат выполнен великолепно, особенно подход к деталям, которые не только намекают на его тончистность, но и делают винтаж в лице этой модели по-настоящему современному. На циферблате нас встречает 12 рабских цифр на возвышенности. Надпись Слава слева на 9 часах. И окошко двойного календаря с окантовкой справа на 3 часах. Слева направо можно наблюдать горизонтальные полосы, которые как будто деляют верхнюю часть сферблата от нижней. На Славе Глория такие же полосы были вертикальными. Да и в целом, как мне кажется, это излюбленная фишка Славы советских времен. Как раз у прародителей есть такое разделение. В центре циферблата есть манеж. Или же небольшое углубление, где под цифрой 12 есть небросающиеся в глаза цифры 100. А над цифрой 6 надписи 25 камней и автоподзавод. Циферблат кажется объемным, благодаря сложной многоуровневой структуре и поминутной разметке на вертикальной части циферблата. Этот объем выгодно отличает от циферблата прародителя, который кажется чуть плоским. Теперь же я хочу немного сконцентрироваться на цвете. Потрясающий и глубоко синий цвет. Но тут производитель пошел на хитрость. Сделан градиент. Перекод черный от центра циферблата, который светлее. Черный цвет есть сверху и с тизу. По бокам градиента нет. Но что мне показалось правосходным решением, так это сделать рамку стекла черной. Или же максимально темно-синий. Создается эффект того, что черный цвет циферблата растворяется в рамке часов. Циферблата полностью повторяет овальную концепцию телевизионного экрана. Позаимствованная у советской модели, но все же выглядит более современно. Наследие. Концептуально современная модель является полным приемником советской. С рядом может отличить таких, как Размер. Современная модель пропорционально увеличена до 42 мм. Стекло. У советской модели стекло выполнено из плексиглаза. У современной юбилейной из сапфера. Материалы корпуса. Современная модель выполнена из 904 стали. Советской золотой из покрытия. Но одно точно. Внутри, будь то советская или же современная модель, Бьется одно и то же сердце. Калибр слава 24-27. Механизм. Механизм появился в 1973 году. И его нововведением считается двойной заводной барабан, Благодаря которому от часов более стабильен, Чем при наличии одного заводного барабана. Механизм изнащен двойным календарем с быстрым переключением даты. Благодаря отдельному пушеру справа. Сейчас компания славы не производит механизму, А использует запасы, сохранившиеся со времен СССР, Или же реэкспортированные из-за рубежа. Прежде чем попасть в корпуса часов, Каждый механизм проходит репассаж, И диски календаря перерисовываются, Если на то есть необходимость. Механизмов из запасов все меньше, Поэтому и ценность юбилейных моделей будет с годами только выше. Характеристики календаря слава 24-27. Время, дата, день недели. Автоподзавод. Стопсекунды отсутствует. Частота баланса 18 тысяч по локалибали в час. Запас хода 31 час. Количество камней 25. Точность хода минус 20 плюс 40 секунд в сутки. Резюме. Итак, мы имеем очень красивые часы в винтажном стиле. Повторяющие легендарные формы, Созданные с потрясающим вниманием деталям. И из современных материалов. Слава телевизора 904-75-66-124-27 является юбилейной моделью И в количестве лимитированной символичной цифры 100 штук. Часы получили мануфактурный калибр 24-27. Сапфировое стекло, повышенную водозащиту и корпус из нержавеющей стали. Они похожи на советского прародителя, Но они другие ощущения, когда и держишь в руках совсем иные. Все вроде бы то же самое. Но нет. Я знал, что часы выполнены качественно и с любовью к традициям. И наследие второго московского часового завода. Но когда вживую видел, подержал примеры на запястье, То проник с уважением к советским инженерам, Воплотившим уже культовую модель часов. И современному благодаря кому переиздание модели телевизора в современном виде стало возможно. Подписывайтесь.